Почему? А потому что здоровье мужчин зависит не только от него самого. Вот какая странность. Казалось бы, такой вот кандидат наук, доцент и говорит какие-то вещи такие вот не от него самого. А вот так природа распорядилась. Потому что обладатель вот такого интересного вещества, как гормоны, они есть у мужчин и у женщин. И разница между этими гормонами происходит только с 12 лет. С 12 лет гормоны начинают отличаться. А до этого времени они очень похожи. И поэтому для того, чтобы нам определиться с нашей сегодняшней темой, я бы хотел начать с того, что в разных культурах, вот в российской, например, культуре продолжительность жизни мужчины исчислялась веком. То есть 100 лет. И вот каждые 10 лет мужчина приобретал какие-то новые свойства. Сначала он был ребенком. Помните? Детство, потом отрочество, юность. И потом он уже становился мужчиной и стал, например, серьезным мужчином средних лет. И вот если вы присмотритесь к этому слайду, это старинное 1890 года издание «Ступени человеческого века». Вот все про мужчину рассказано. Вот самая вершина – 50 лет. И дальше можно, конечно, соглашаться или не соглашаться с высказыванием такого выдающегося человека, как Ильи Ильич Мечников. Он, видите, говорил, что гениальность – один из биологических мужских признаков наряду с бородой и крепкими мускулами. Поэтому мне, конечно, очень приятно, что я принадлежу к мужчинам. Но могу вам сказать, мужчины, конечно, они победители. И вот когда я увидел свою фамилию номером один в конкурсе на посол здоровья, была еще одна победа. Вы знаете, как это важно для мужчины. Вот. Я бы хотел более четко объяснить вам, что я имею в виду, когда говорил про гормоны. У нас три основных половых гормона. И у мужчин, и у женщин. Вот мы, по сути дела, отличаемся количеством, если мы говорим о биохимической структуре человека. Потому что внешне, конечно, мы отличаемся. Есть первичные половые признаки, есть вторичные половые признаки. Вторичные, они вот формируются как раз после 12 лет. Значит, я уж не буду подробно говорить. Вы все люди взрослые и можете понять, что такое первичные половые признаки, что вторичные половые признаки. Но тестостерон – это отличительный признак мужчины. И вот эстрадиол, давайте мы посмотрим. Вот тестостерон, а вот эстрадиол. И вот я как раз галочку поставлю там, где у них вот внизу на формуле видно. Есть кислород, а есть кислород и водород. Вот тестостерон, оказывается, настолько нежное вещество, настолько неустойчивое вещество. Благодаря такому ферменту, как ароматаза, в два счета переводят его в эстрадиол. А вот эстрадиол, в отличие от тестостерона мужского, эстрадиол – это женский, он всегда очень устойчив. И поэтому, что бы ни случилось в жизни, что бы ни случилось в природе, в экологии, женщина всегда выживает и живет дольше. А мужчины как-то вот, получается, живут меньше, больше переживают, больше нервничают. И те 11 миллиардов молекул тестостерона, которые каждую минуту, в принципе, выделяются в организме мужчины, 11 миллиардов молекул, только представьте, они в каждую секунду могут или раствориться, ну, как бы превратиться, например, в эстрадиол, благодаря ароматазе. А ведь вот этот атом водорода, он всего лишь навсего, как свободный радикал, он везде проникающий, везде, свободный атом водорода. И он только присоединился, и на тебе, вот уже тестостерона молекулы нет. А может и не одной, а может и двух, и трех, четырех миллиардов сразу. А то, может быть, в результате биохимических функций количество тестостерона, производимых мужчиной, например, может просто снижаться. Ведь есть причины для снижения уровня тестостерона. Есть физические, есть психологические причины. Ведь помните, наш президент всегда говорил о духовном здоровье, о социальном качестве жизни. Вот это настолько важно, и, по сути дела, мое все выступление, оно будет посвящено. Берегите мужчин, любите, хольте, белейте, кормите, поите и правильно эксплуатируйте. Отлично. Продолжаем. Почему же снижается тестостерон? Причины. Как сохранить? Потому что снижение трудоспособности, выносливости, активности, ну, уже с 30 лет современный мужчина. Если, значит, раньше в сельской местности там говорили так, настоящего мужика даже в голом виде узнаешь. Но сейчас, как бы, сейчас и по одежде, и, ну, я не знаю, вот, наверное, только в голом виде и узнаешь. Вот. Так что же хочет женщина? Она хочет многого от одного. А мужчина хочет одного от многих. Вот. И поэтому, значит, когда говорят, знаете, у мужчин там не бывает импотенции. Просто у этого мужчины очень хорошее зрение. Вы поняли, о чем я говорю, женщины? Поставьте, пожалуйста, плющики. Кто меня понял? Отлично. Не все. Не все. Ну, я буду много шуток, потому что между мужчиной и женщиной всегда были какие-то или разногласия, или непонимания. Ведь мужчина всегда ест и пьет то, что женщина и в рот-то не возьмет. А, значит, если вот так посмотреть, что женщина выберет в магазине, ну, мужчина будет, так сказать, вот такое вот лицо, вот как сейчас на фотографии. И поэтому, значит, давайте смотрим. Причины снижения тестостерона. А, да, что он дает вообще тестостерон? Он стрессоустойчивость дает мужчине. Вторичные половые признаки, как я говорил, волосяной покров, вот этот покрытый, вот, так сказать, борода, иногда вот там на теле растут волосы, это все вторичные половые признаки. Мышечная масса, устойчивость к нагрузкам, агрессивность для защиты, чувство ценности дружбы, тренированность, отсутствие слезливости, сексуальная активность, здоровые амбиции. И даже отсутствие живота, то есть это все дает тестостерон. Значит, получается, что живот – это признак отсутствия тестостерона. Здорово. И один ученый сказал, что живот – это отвоеванное кишечником пространство у пресса. Здорово, да? Что же снижает? Практически все вещи, которые мы говорим, что влияют на здоровье, вот они и снижают уровень тестостерона в организме мужчины. И я хочу подтвердить слова статистикой, потому что продолжительность средней жизни в России по сравнению, например, зеленый график – это российская действительность на протяжении 70-го года до сегодняшнего времени. И черный – это новые страны ЕС, и серенький график – это старые страны ЕС. То есть, смотрите, мы как бы вот встаем в хвосте. Казалось бы, рядом с нами и Китай немножко правее на карте, и Япония, где самая большая продолжительность жизни в мире. И у нас средняя продолжительность 65,6. Представляете, женщины живут на 10 лет, а ведь как много зависит от них. Я всю эту лекцию и буду об этом говорить. Что угрожает здоровью мужчины? Ну, элементарно. Малоподвижность, сидячий образ жизни и влияние электрических приборов, оно влияет на железы внутренней секреции, на половые органы. Потому что как раз тестостерон, как основной элемент мужественности в гормональном смысле, он как раз в половых органах мужчины и производится. Те пресловутые 11 миллиардов, значит, вот, например, скажем, элементарно. Облучение. Почему вот этот человек сидит, так сказать, в костюме? Потому что вот мы постоянно с компьютером. Не дай бог компьютерный, например, скажем, ноутбук лежит на коленях мужчин. Где-то он сидит, например, там, в метро или, например, скажем, где-то на коленях держит. Все, он просто убивает все. И свой тестостерон, и сперматозоиды, и простата. Все пострадает, понимаете? Я уж не говорю о вредном производстве, о больших каких-то, так сказать, изменениях. Или, например, несбалансированное питание. Ну, это, ну, наверное, понятно, что, ну, общие какие-то, повышенный сахар и так далее. А вот, пожалуйста, сахар. Ну, это же уровень снижения тестостерона, значит, зависит от инсулина. Потому что инсулин – прямой конкурент тестостерона. Если вы больше сахара, повышается инсулин, значит, сразу снижается в это же время. Понимаете? Я отказался от сахара на всякий случай. Вот честно вам скажу. На всякий случай. А зачем? Он и так в нашей жизни всегда присутствует. Во фруктах, в овощах. То есть от белого сахара мужчинам просто нужно отказаться прямо за сегодняшний день. Соль. Нам нужен натрий. Да. То есть, как были даже когда-то соляные бунты. То есть из-за нехватки соли и натрий, он снижает тестостерон. То есть, но не более трех грамм в сутки нам нужно. Вот если больше трех грамм в сутки поступает нам натрий, то продукты, элементарные наши продукты. То есть, помните, белая смерть. Вот это соль и сахар. Она снижает и убивает здоровье мужчин. Он перестает быть мужчиной. Ему нужно сохраниться быть мужчиной. Кофеин. Пожалуйста. Вот, ну, хоть я любитель кофе большой, значит. Но вот чай не действует на тестостерон. А кофеин его убивает. Мясо в основном гормональное сейчас. 80% женских гормонов, оно просто напичкано. И вот единственное, можно посоветовать из мяса, только, может быть, баранину. Потому что их не кормят. Ну, баранов не кормят гормонами. Вот. Жирные продукты с холестерином. Вот здесь нужно разбираться. Потому что вода и энергия, значит, в том, что мы, например, называем чистый холестерин, это сало, да? Вот, например, отличный яркий пример. Кто на свете? Всех милее, всех румянее и белее. Вот, я говорю про сало. Не нужно ошибаться. Холестерин и продукты с холестерином. Повышенная жирность, пониженная жирность. Иногда люди делают такой выбор. Алло. Как меня слышно? Хорошо, спасибо. Если у кого-то отключился звук на самом деле, прошу у вас перезайти в комнату. Очень хорошо. Холестерин является матрицей для всех гормонов тела. Поэтому, значит, не ошибайтесь. Да, повышенный, конечно, нам холестерин не особо нужен. Потому что, ну, вот тот холестерин, который откладывается в сосудах, он на самом деле производится нами самими в печени. Но общий уровень холестерина, то есть минимальный уровень холестерина, нам нужен. Просто жир нам тоже нужен. Потому что мы без гормонов жить не можем. Мы не становимся полноценными людьми. Но, например, соя, как фитоэстрогены, да, не нужно увлекаться соевым мясом, потому что они насыщены фитоэстрогенами, растительными, женскими половыми гормонами. А их и так у нас в природе нормально хватает. Это нужно только женщинам. Фастфуд, жирное молоко, оно, знаете, корова его производила для теленка, а не для человека. Вот, значит, и вообще вот эти, значит, такие вещи, как белый дрожжевой хлеб или много растительного масла, вот это влияет отрицательно. Шипучие напитки, ну, фастфудовые, да, копчености. Из продуктов, которые повышают количество тестостерона, это, конечно, рыба. Вот рыба, анчоусы, самый большой, значит, улучшатель, значит, тестостерона в организме. Вот, значит, более сырые фрукты. И, например, крабы. Фрукты сырые, оранжевые, желтые, зеленые. Просто не надо даже вот по названиям, то есть, оранжевые, желтые, зеленые. Вот, китайская капуста, зелень, ну, знаете, да, грузины, значит. Если у нас в комнате представители национальности грузины, например, есть, отзовитесь, пожалуйста. Ну, они вот здорово, значит, зелень, значит, лепешка, сыр и прекрасно. Вот, отлично. Вот, Нино Варламовна отлично знает, как питаются грузинские мужчины. Зелень – это лучший способ повышения тестостерона. Вот. Клетчатка, зерновые. И вот это, конечно, важные вещи. Ну, кредит. Вот, человек взял кредит. Это огромный стресс, и все, то есть, уровень тестостерона падает, человек никакой. То есть, мужчина не может полноценно себе функционировать так, как мог бы. Вот. И я бы хотел остановиться еще на психологическом каком-то моменте. То есть, не только кредит, иногда просто слова «женщины» очень сильно влияют на здоровье мужчин. Например, такие слова, как, например, что он плохо выглядит. Все. Снижается тестостерон на 25% организма мужчин. То есть, хотя, казалось бы, женщина просто попыталась, например, сказать ему, например, давай, там, побрейся, там, или, там, значит, застегни, там, рубашку, там, или, ты обуйся в хорошие обуви, или что-то такое. Она имела в виду это. Но сказала, что он плохо выглядит, и все. Понимаете? Или, например, чувство вины. Когда мужчина начинает извиняться за что-то. Или когда признает свои ошибки. Иногда женщины по ошибке делают так, что мужчина, ну, так сказать, заставляют его извиняться. Или, например, какой-то поиск и ненахождение потом аргументов. Неважно с кем. Например, споры с тещей доказаны наукой, что снижают уровень тестостерона тут же на 45%. Если, например, на мужчину кричат, ноги просто не выдерживают, начинают, так сказать, так как уровень тестостерона падает, они начинают переходить на крик при отставке своей точки зрения. Мужчины, казалось бы, вроде бы. А когда они кричат, мужчины при отставке своей точки зрения, у них уровень тестостерона повышается. Ничего больше. Ничего личного, как говорится. И такие вот определенные вопросы, которые иногда женщины от души просто задают мужчины. Например, о чем ты думаешь? Или а что у тебя было на работе? А где ты был? А все это, на самом деле, покушение на свободу мужчины. От 15 до 25% падает тестостерон в этот момент. От 15 до 25%. Может быть, повнимательнее к тому, что мы во время общения, мужчины, женщины, может быть, повнимательнее подумать. Ну, например, когда тестостерон повышается. Ну, когда автошопинг, например, у мужчины. Может быть, сводить его просто на автошопинг. Может, и не покупать ничего. Понимаете? Вот. И когда чувство гордости за спутницу. Когда, например, повышается уровень тестостерона, когда выигрывает любимая команда. Когда мужчина побеждает. Ну, у меня советов очень много. У нас просто времени не хватит. Но это все вот эти вещи, которые я сейчас говорю. Бредные привычки. Например. То же самое алкоголь. За 5 минут повышается тестостерон. Через 25 минут падает. За, там, там, вот, был проведен опыт. Я просто наукой занимался. Три месяца подряд человек был в постоянном, значит, легком алкогольном опьянении. И свободное поглощение, значит, пива, любые вредные привычки. 25 килограмм веса человек набирает, питаясь фастфудом 3 месяца подряд. И изменяются вторичные половые признаки. Меняются. Я могу поставить вам прекрасную картинку о том, как выглядит Арнольд Шварценеггер. Какая лучшая фигура у таких вот мужчин, которые занимаются. Но, но, мы говорим о нормальной жизни. То есть, не все занимаются профессионально спортом. Поэтому, как это важно знать то, что может повлиять. Беспорядочные половые связи. Заболевания, передающиеся половым путем. ЗППП. Жизнь за рулем. Вот это постоянная хроническая нервотрепка. То есть, вот она, ароматаза. Значит, в печени это все происходит. Присоединяется атом водорода к тестостерону. Переводится в астрадиол. И все. А вот, например, скажем, бактерии, вирусы, грибы или простейшие. Которые как раз вот насыщены все заболевания, передающиеся половым путем. Это и попеломовирусы. Вирусы гепатита А, вирус гепатита Б, герпес генитальный. Все это приводит к раку простаты. Простаты. Это железа, которая наполняет вот тот... Вот сами спермии, клетки, которые производят других людей, благодаря которым спермии нашего отца. Значит, это мы, по сути дела, соединились с яйцеклеткой. Чтобы сперма была живая, секрет предстательной железы делает так, что они остаются живыми. То есть, это очень ценная жидкость. Вот этот секрет предстательной железы. А когда возникает рак простаты, а какой дальше вообще воспроизводимость или, например, нормальная жизнедеятельность самого мужчины. Бактерии. Ну, гонорея, спирохета и так далее. Сифилис. То есть, я уже не буду, так сказать, сложные какие-то новые болезни. Но я могу сказать, что одно время была, например, сексуальная революция. Вот я могу сказать очень простую вещь. Сексуальная революция закончилась полной победой вируса, в том числе спида. И если 15 лет назад можно было поставить четкий, очень точный диагноз и потом было вылечить все, то сейчас это невозможно. Это невозможно, потому что можно пропустить тот или иной вирус. Может быть, это простейший, может, это трихомонады, может, это грибы. Только грибов, до 50 видов возбудителей больших-больших серьезных проблем. И это ответственность мужчины, да и в том числе и женщины. Это поведение, это образ жизни. И, конечно, абсолютное большинство мужчин не любят ходить к врачам. Они редко думают о профилактике. То есть всегда они считают, что они здоровые. Вот почему-то только умирают раньше, чем женщины. И очень хорошо, что у нас появился прибор ROFIS, доклиническое тестирование, которое проводится. И можно показать объективную модель. Потому что за три минуты мужчин не любит ждать. Тестостерон играет. Он хочет быстрее действовать. Посмотреть, не выиграла любимая команда. Или проиграла она. Но в любом случае вот этот прибор дает возможность мужчине посмотреть за своим здоровьем. И убедиться в том, что, может быть, не все и так в порядке. Может быть, стоит самому себе задать вопросы. И вот основные мужские проблемы. Атеросклероз – это все, что связано с заболеванием сосудов, сердца. Это номер один вообще в мире. Это мужчинам и женщинам. Также это на них очень сильно как следствие всех факторов внешней среды. Неправильного питания, неправильных привычек, неправильных мыслей. Бытовые травмы, ДТП – это, конечно, больше у мужчин. У женщин этого меньше, честно вам скажу. Потому что за рулем женщин просто физически меньше ездит. Бытовые травмы, подраться, например, даже на бытовой почве, какой-то конфликт. Даже конфликт ревности. Это же мужское дело. Это же повышение его уровня тестостерона. Ему от этого хорошо. То есть, ну, как бы это ни звучало, значит, хулиганство или какой-то. Но вот этот результат, вот, бытовых травм, значит, травмы настоящие, значит, у мужчин. Пьянство и алкоголизм тоже на третьем месте у мужчин. Если у женщин на втором месте онкология стоит, то вот у нас онкология у мужчин только на четвертом месте. И рак легких, пищевода. Это, вот, например, легких рак. Почему, скажем, он достаточно в первых рядах? Потому что мужчина, его орган дыхания устроен так, что он больше дышит животом. У женщины этого нет, так как беременность, сохранение плода, оно связано было с тем, что у нее появилось очень грудное дыхание, когда женщина волнуется, у нее поднимаются плечи, она, как бы, дышит грудью. Вот. А мужчина, к сожалению, дышит животом и постоянно у нее застойные явления в легких есть. Плюс еще, если курение, вот, то и неправильное питание, застой, вот, каловых масс, рост живота в результате снижения, в результате снижения тестостерона в организме. И, вот, аденома простаты тоже как следствие. Кстати, простатит – это воспалительное явление. То есть, оно не всегда может перейти в аденому, например, доброкачественную или аденому злокачественную. Подагра – это суставы. Это суставы, это закисление организма. Кстати, PH, то есть, та кислотно-щелочная среда, которая приводит и к остеопорозу, кстати, и тестостерон, гастроген, также, PH, больше 7,4. То все. Понимаете? Или сахар крови. 5,5. Вот, с инсулин, как я говорил. Значит, ну, например, или, скажем, вот, вес. Жир не должен откладываться у мужчины, потому что, ну, вот, даже целлюлитом мужчины не болеют. И нет такой проблемы у мужчин. Вот. Мужчин, скорее, например, на позвоночник будет. Или, например, на подагры каких-то, например, остеохондрозные явления. Или поясницы, или шеи у автомобилистов, например. 95% проблем с позвоночником, или, например, с суставами, они у мужчин. Но предрасположенность болезни суставов у женщин. Вот. У мужчин это бывает, потому что резкое снижение тестостерона в результате вот деятельности в обществе, неправильном взаимном поведении и так далее. Диабет, болезнь, пищеварение. Я уж на это не буду устанавливаться. Они, видите, восьмое, девятое место. Представительная железа. Давайте поговорим об этом более конкретно. Вот слева это нормальное строение, значит, два мочеточника, которые отходят от почек. И тоже бывают, так сказать, проблемы, которые разрешает уролог, уролог, нефролог. Вы все слышали название таких специальностей у врачей. Вот. Дальше идет мочевой пузырь. И моча, например, в покойном состоянии, она выделяется в результате капилляров, собжение капилляров почек. То есть это нормальное очищение, значит, крови благодаря почкам. Но что интересно, вот такая вещь, как вода. Вот просто человек не допивает воды, жидкости. Знаете, что происходит? Если он меньше 30 миллиграмм на килограмм веса в сутки употребляет жидкости, то есть у него падает уровень тестостерона на 20%. Потому что микроциркуляция почек, значит, ну, просто замедляется. И, значит, не будет кровоснабжаться нормальной качественной крови, незакисленной, значит, все органы половой системы. И, значит, будет меньше снабжаться, значит, меньше уровень тестостерона. Просто из-за того, что человек не допивает воды в день. И справа, вот вы видите, что аденома – это разрастание тканей гиперплазии, называется, доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Железы, вот такой аббревиатуры есть даже. ДГПЖ. Она связана с тем, что ткань увеличивается, так как не хватает, значит, объема того простатического секрета, который необходим для нормальной жизни. Необходим для того, чтобы тестостерон сохранялся. Секрет аденомы, точнее простаты, он должен, ну, в норме в определенном количестве. Так вот, разрастается, потому что не хватает. И это с годами является нормой. За 50 кому, то есть, это обязательно есть, наблюдается, так сказать, там больше 50% мужчин обязательно этим страдают. Но, как это понять? А элементарно, у человека задержка, например, в мочеиспускании. Представляете? У него, может быть, даже перекрываться в мочеиспускании полностью у мужчины. То есть, и он мучается, он встает несколько раз за ночь, он даже ходит в туалет, он будет улыбаться, говорит, все у меня в порядке, там, да, все нормально, не волнуйся, там, дорогая, и так далее. Но, но, застой мочи, потом камни, потом полная вот, как бы, дисфункция не только в половой сфере, вообще в жизни. И международная классификация болезней, МКБ-10, последняя, в 18-м году, наверное, будут всемирные организации вирух ранения, пересмотрена уже эта классификация, потому что она давненько уже. 21 класс болезней, более 20 тысяч только нозологических единиц, названий заболеваний. Значит, огромный словарь терминов, то есть, как называются те или иные заболевания, значит, класс вот 14-й, болезни мочеполовой системы, вот, конечно, они отличают, значит, вот в этом, в этом ракурсе мужчину и женщину, потому что остальные болезни, они, в принципе-то, ну, очень похожи, и атеросклероз, и онкология, и так далее. И вот такие рубрики, как болезнь мужских половых органов, значит, 44 названия, я просто не хожу, не хочу, вот, аудиторию нашу, 500, больше компьютеров, загружать названиями, ну, и все вот эти, знаете, и простатит, и аденома, и так далее. Я просто, а что делать-то, что делать-то надо? Потому что простой очень способ мужчин находит, это значит, в любом городе, в любом интернет-магазине сейчас можно найти Виагру, Сиалис, Левитру, и дженерики, и разные химические быстродействующие вещества, по сути дела, лекарственного назначения, которые быстро повысят, например, там, уровень тестостерона. Знаете, как вот, я не знаю, там, как бы, выпил целый день свободен, да, только не целый день, тебе на 2 часа хватит, а потом организм возьмет свое и понизит твой уровень тестостерона. И самый лучший способ, конечно, я вам скажу по секрету, вот никому не рассказывайте, самый лучший способ повысить тестостерона, значит, сделать укол настоящего живого тестостерона в организме. Только это убьет полностью производство самого тестостерона организмом мужчин. Навсегда, понимаете, даже от одной. Поэтому вот все анаболики, которые применяют вот эти, они же связаны, значит, спортсмены, они связаны с количеством тестостерона в этих анаболиках. Вот. И вся эта реклама навязчивая, за 3 копейки вам могут ссунуть такую химию, которая повредит здоровье навсегда ваше. Поэтому, естественно, что мы говорим только о натуральном здоровье, о натуральных способах, о настоящих каких-то. Мы люди природы, мы из природы вышли. И, может быть, нам нужно обратиться к природным веществам, не химически синтезированным. И Всемирная организация здравоохранения несколько лет назад с большим признанием отнеслась к исследованиям компании Vision, которые она делала. И те клинические испытания, 7-летние, двойные плацебо, клинические испытания продукции Vision, значит, она дала возможность, например, участвовать под своей эгидой, под своим лейблом, под своей аббревиатурой в исследовании качества жизни людей, которые проводит компания Vision. То есть качество жизни многостороннее, многогранное и духовная жизнь, и социальная жизнь, и физическое здоровье, и интеллектуальное здоровье. И мы получили вот это большое одобрение Всемирной организации здравоохранения. Конечно, благодаря тому же мужчине, который вы очень хорошо знаете. Это директор, директор Института питания, академик, академик медицинских наук Виктор Александр Сутыльян. И, вы знаете, это помощь этого человека, этого мужчины, который в преклонном возрасте, но выглядит как молодой парень. Понимаете? Вот уровень тестостерона, где зашкаливает. Молодец. Vision – единственная компания, которая официально работает под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Встреча с этим человеком и меня когда-то привела в компанию и более убедила, потому что, попробовав продукты компании на себе, я очень удивился, что они работают. Потому что я много на себе пробовал разных трав, многих водорослей, какие-то витамины и так далее. Вы знаете, я ничего не чувствовал, кроме Vision. Vision впервые. И я поехал, конечно, к Виктору Александровичу разбираться. У меня была такая возможность, у меня была встреча с ним, оставались памятные фотографии. Вот. И я очень рад, что он тогда сказал, что это лучшее, что сейчас есть на рынке. Лучшее для здоровья человека. Мужской фитокомплекс Vision. Не буду скрывать, именно о нем я и хотел сегодня вам рассказать. Все, что вот до этого я рассказывал, это как раз было о нем. Такие четыре продукта, которые уже много лет с нами, которые дают возможность мужчине быть мужчиной. На самом деле поддерживают уровень тестостерона и предстательную железу. И дают очень мягкие, плавные повышения уровня энергии. Не как какие-то генерики или, например, жесткий кофе, который, кстати, снижает уровень тестостерона. Значит, столорного препарата для повышения потенции и УРСУ – это все, что борьба с такими, как инфекционными агентами. И я расскажу сегодня подробно, почему и как это работает. И самое главное, еще и болезнь суставов, то есть самопресловодую подагру, все остеохондрозы, отложение мочевой кислоты, которые тоже убирают. Все эти продукты очень серьезно проверены. Результат клинических испытаний к пище, методические рекомендации по применению биологических активных добавок со всеми нозологиями. Это вам нужно просто ознакомиться. Кто еще не знаком, нужно вам обратиться к тем людям, которые вас пригласили. И, может быть, более подробно какие-то, ну, может быть, схемы, программы, они есть. Они есть готовые. Но есть еще опыт, 20-летний опыт людей, которые это используют, которые это проверяли на себе, на своих родственников. Когда говорят, а где были проведены ваши клинические испытания? Да в моей семье. В моей семье были они проведены. Мною. Потому что я, значит, познакомившись со всей продукцией, со всей линейкой, гаммой. Я начал спрашивать людей, а как вы? А как вы? Что вам? Где? И люди с жаром, совершенно чужие, посторонние люди мне говорили, как это они себя чувствуют. То есть не заинтересованные совершенно. Было очень удивительно. Я понял, да, надо попробовать. Я попробовал. Работает? Работает. Ну, самое главное, что основной спектр клинических испытаний мужского комплекса был проведен в научно-исследовательском онкологическом центре имени Блохина. Значит, это на Каширском шоссе, наш главный центр по онкологии. То есть объективные показатели дают нам данные о том, что доброкачественная гиперплазия предстательной железы снижается. Количество сперматозоидов увеличивается, жизнеспособность сперматозоидов увеличивается. Познакомьтесь, пожалуйста, с этими исследованиями, посмотрите выводы, графики. Очень подробно прочитайте вот это исследование, и вы будете очень удивлены. И для вас это будет, я не знаю, дополнительным таким сведением. Для себя просто такое удивление, что это работает иногда получше, чем всякие лекарства. Вот. Давайте начнем. Это во рту продукт для здоровья предстательной железы. И вот мы немножко будем сегодня разговаривать о его наполнении. Например, вот здесь есть три растения, потом витамины, микроэлементы. Это обязательно поговорим. Вот. И, наверное, я буду говорить о растениях всех продуктов, потому что это близко к природе. И в конце мы, в общем-то, поговорим о микроэлементах, витаминах, которые именно важны для мужчин. Вот. И начнем мы с крапивы двудомной. Ничего тут такого особенного нет. Она растет повсеместно, кроме тропика. Пустынь, даже в горах иногда до 4 тысяч метров забирается на высоту. И ее листья известны средственной остановки, кровотечению, получение обмена веществ, заживление ран при диабете. Но нас интересуют корневища, которым вегетативная крапива размножается. Вот. Вот здесь, почему оно было выбрано? Потому что вот из-за фитонцидов, которые есть, стимулирует функцию предстательной железы, повышается тонус сердца, дыкание, значит, и в спорте отлично, и при анемии, кожных болезнях, и даже при выпадении волос и перхоти. Представляете? Вот. Каждое растение, которое я сегодня буду называть, у меня есть полный спектр исследований. А как его можно применять в косметологии, в самом растении? Понимаете? Кожа лица, шеи, декольте, волосы, значит, кожи головы и так далее. Но об этом сегодня говорить не будем, потому что у нас сегодня мужское здоровье, хотя это было бы здорово и очень интересно женщинам. Значит, при туберкулезе даже используется отхаркивающий верхних дыхательных путей. Вот такое, значит, вещество, как аллахол, может быть, слышали, при колецистите, язве желудка. Вот. И даже увеличивает количество молока у кормящих женщин, но вот для увеличения потенции и предстательной железы используются не только листья, но и семена. Вот эти вот беленькие такие желтоватенькие семена, потому что это растение двудомное, вот это мужская часть. Вот. Потому что содержит много витаминов, микроэлементов, витамин С, К, каротин, железо и хлорофин, конечно. И вот самое-то интересное, что витамин С, он впрямую увеличивает количество тестостерона прямым путем за счет увеличения микрокапилляров. Так. Лохол не приятный желудка, это при колецистите. Извиняюсь, если я оговорился. И дальше мы переходим к карликовой пальме. Вот это очень интересное растение, потому что оно, вот когда я был в Мексике, оно, конечно, там везде растет. Вот. Соупальмет, иногда в таких коммерческих производимых продуктах его называют. Значит, это еще американские индейцы используют для еды, а майя, как тонизирующее средство. Там есть интересные, значит, вещества, ферменты. Их вообще до 50 лечебных свойств, и оно вообще в американском когенете. С 1800 года официально применяется, там, проблем связанных и кашей, и даже до алкоголизма. То есть, очень широкий спектр. Но нас интересует то, что, первое, индюбируют ферменты, ответственность за преобразование тестостерона, такой вещество, как дегидротестостерон. Чем он нам неприятен, дегидротестостерон? Все равно тестостерон превращается во что-то, он же очень неустойчивый. Вот, например, в дегидротестостерон. Он связывается с рецепторами на клетках простаты. Вот. И они перестают саморегулироваться. Так вот, значит, в карликовой пальме, вот вещества карликовой пальмы, они задерживают эти ферменты, и он, тестостерон, не преобразуется и остается на должном уровне. Вот. И тормозит развитие доброкачественной гиперфлазии предстательной железы. Нормализует функцию мужских половых органов, усиливает сперматогенез. Вот. Единственное, до сих пор спорят, при раке будет действовать или не будет. Вот. При доброкачественной точно работает. Вот. Но дело в том, что его используют при доброкачественной, а при злокачественных каких-то новообразованиях, почему у нас до сих пор нет, например, в методических рекомендациях по онкологии, конкретных рекомендаций, потому что очень много вопросов, много споров. Но при доброкачественной гиперфлазии, то есть доброкачественных опухолях, точно помогает. И переходим к растению самому крупному на планете Земля. Самый крупный овощ. Овощ. Не растение, овощ. Тыква гигантская. Вот в тринадцатом году один американский фермер себе, значит, вырастил на заднем участке своего дома 921 килограмм. Там еще были граммы. И вошел, конечно, в Крингу рекордов Гиннес. Вот эти дипломы там сзади него показывают. Вот. Поэтому называется тыква гигантская. Максима. Родина ее Южная Америка. Значит, все вот ее, например, сама ткань, она очень неплохая в плане питания. То есть, тем более, оранжевый овощ, правильно? То есть, повышает уровень тестостерон. Но не так, как семена. Зрелые семена. Во-первых, там есть масло полиненасыщенных жирных кислот. Кислота такая, кукурбетин. Мне, как человеку, связанную с паразитологией, очень знакомо. Это универсальное средство при паразитарных заболеваниях. Вот. И очень много цинка. Семена тыквы, они настолько богаты цинком, что, наверное, это лучшие из растительных веществ. И поэтому, конечно, она включена была в состав этого продукта. И переходим к ламину. Это продукт, конечно, для поддержания энергетики мужской. Вот. Какая замечательная улыбка этого мужчины, который так загадочно улыбается. Показывая всем, что энергии хватает. И это растение, которое дает, в первую очередь, энергию. Хотя у нас комплекс растений. Они все усиливают действие друг к другу. Но первое и базовое – это леутерокок. Это настоящий адаптоген, кустарник, плоды, вы видите, такие. Я однажды видел, когда случайно в саду акклиматизации южных растений познакомился с этим растением. Я и подумал, что вот он, вот, да я попробую. Сейчас будет повышение потенции и так далее. На самом деле, ведь это же корневище. Корень и корневище важны. Потому что вот это растение нужно выкапывать. Оно колючее. Его заготавливают специально. Он еще похож ближе к женщине. И, например, в Европе его называют сибирский женщинь. А растет он в естественной среде только на Дальнем Востоке. Узнали о нем только тогда, когда популяция женщиня в природе снизилась. Его уже так навыкапывали в природе, так сказать, и в тайге. Ну, женщине практически не осталось. Он очень редко бывает на нашей территории. На территории Сибири. И вот его начали уже тогда леутерокок. Узнали, что он тоже неплохой. Вот. Он даже лучше, он мягче действует, чем женщинь. И активизирует и зрение, и слух. Снижает сахар, холестерин. Общетонизирующий адаптоген. И он стимулирующий действие на центральную нервную систему. При переутомлении, раздражительности. Увеличивает физическую умственную сосудность. Это, наверное, лучший такой после женщины адаптоген. И известный. И мы переходим дальше к растению. Тоже очень такому уже стал популярным. Не так давно. Буквально 20 лет назад его и слышно не было. Но, тем не менее, в Южной Америке парагвайский чай или матэ использовался издревле. Такие вещи, как колобазь, бомбилия. Это тыква такая небольшая. И сосуд. И бомбилия. Это такая специальная палочка с ситечком. Которые пьют через такую соломинку металлическую. Матэ. Это из языка индейцев кетчуа. Парагвай. Аргентина. Уругвай. Бразилия. Вот там. И дерево. И листья. И побеги. То есть, для компании Vision только ручной сбор предусмотрен. Это самое высокое качественное растение матэ класса органико. Там содержится матэин. Вот очень известный такой, значит, вы знаете, кофеин. Вот матэин – это вид кофеина, но не содержащий побочных эффектов кофе. Он более эффективен. И растение, растение только не сырое используется, а только через год сушки. И к нему совершенно нет привыкания. В отличие от кофеина из кофе. Нервную систему высыпается за более короткое время. Он лучше улучшается настроение, повышает собственную физическую активность. Очень расслабляет мышцы после больших нагрузок. То есть, спортсменам отлично. Свердечно-сосудистую систему улучшается кислородообмен. И повышается иммунитет. И снижаются даже аллергические реакции. При пищеварении используются как детоксикант. Улучшение пищеварения. Чувство голода снижает. И сжигатель жиров. Просто вот сжигатель жиров. Дело в том, что еще он расщепляет молочную кислоту, которая накапливается в мышцах. И они болят после занятия спортом. И придают энергию. И это все безболезненно. И даже внешне по коже он антисептическими свойствами обладает. И переходим к такому важному компоненту, как цветочная пыльца. Вот в ламинии тоже. Это мужская клетка семенных растений. Представьте себе. Теплые дни. Середины мая. Удивительная пора, когда цветущие травы, деревья, кустарники, пробудившиеся к жизни, наполняют воздух волшебными ароматами. Это несказанное наслаждение. Иногда неспешно прогуляться по цветущему яблоневому саду, полюбоваться вишней, как раньше, вы знаете, японцы полюбовали сакурой в белом цвету. Словно одетый под веничное платье. Но пчелам в эти дни не до отдыха. Крылатые труженицы начинают сбор пыльцы, которые щедро усеяны в цветущей рассеи. За многие тысячи лет пчелы, конечно, выработали свою технологию ее заготовки. Рабочая пчела, вы видите здесь на фотографиях, за один вылет способна принести буле около 20 миллиграмм пыльцевых зерен. То есть она в день делает около 10 тысяч вылетов пчела. И вот считайте, сколько может быть одна пчела в этот сезон, например, майский, собрать. Она специальными щеточками счищает со своего тела пыльцевые зерна, укладывает в корзиночки до улей, значит, на задних лапках несет до улей в этих корзиночках, обрабатывает секретом пчелюстных желез, чтобы они не рассыпались. Называется этот продукт обножка, который потом затем превратится в пергул, соединяясь с медом, и это станет булковым кормом для рабочих пчел. Конечно, человек, узнав и понимая, как это устроено в корме пчел рабочих, отбирает часть этого урожая. Почему? Да потому что настолько полезное вот это вещество, 240 полезных веществ насчитано. Витаминов 11 штук, микроэлементов 27. Белки, значит, там ценность белков, то, что полный набор незаменимых аминокислот. Вот, например, заменимые – это то, что бывает, например, в растениях. Незаменимые аминокислоты, они бывают только в животном белке. И ведь пыльца – это мужские семенные клетки растений. Это, по сути дела, сперморастений. И вот эти белковые вещества, богатые всеми полными незаменимыми аминокислотами, 30 грамм пыльцы в сутки могут полностью суточную потребность человеком не заменить. То есть ни мяса, ни молоко, ни яйца уже не понадобятся. Но единственная проблема – там большое количество веществ, которые могут полностью повредить печень. Поэтому нельзя каждый день по 30 грамм, понимаете? То есть вот этот состав, который находится в ламине, он рассчитан, чтобы было вот столько каждый день. Всю жизнь вы можете есть ламин, и проблем не будет. Будет только очень хорошо. И уровень тестостерона, и уровень нормального секрета простаты. Улучшится рост мышц. Эмоглобин повысится. Становится обмен ферментов. Становится липидный обмен. Снижится холестерин. Установление будет энерготрат, спортирующих. Адаптогенные свойства. Снижится давление. И даже снотворными действиями. А уж радиопротектором при радиации я уж не говорю. Потому что это всем все известно давно. Светочный полица – это хорошо. Нельзя переборщить только. Вот в чем дело. Ее нельзя много есть. В этом проблема. А среди долгожителей очень много пчеловодов. Наверное, не случайно. И еще один продукт. Это называется столон. Сюда входят вот такие интересные растения. Как вы знаете, например, зеншень обыкновенный. Это Дальний Восток. Сразу хочется посмотреть на это растение. На корень похожий для человека. О нем даже много говорить не надо. Это номер один в адаптогенах. Номер один при улучшении потенции. Еще за 2800 лет до нашей эры. Зеншень считался средством от всех болезней. Он на Дальнем Востоке. Значит, само растение еще до 100 лет живет. Вот такой небольшой кустик. Главное, у него вот этот корень. И он очень дорого ценился. Даже был случай, что выкопали самый крупный 600 примерно грамм в 1905 году. И в Манчжурии это было. Его продали за 5000 долларов. То есть еще его главное сохранить. Там правильно. Вот компания Vision использует самые лучшие технологии. То есть сырье высочайшего качества используется для наших. То есть при расстройстве половой функции это, конечно, номер один. Он даже и снижает давление. Только нужно базировку подобрать. И я долго о нем разговаривать не хочу. Перейдем к имбирю. Имбирь-то вот он, в принципе, тоже известный. И в пище применяется. Но вы знаете, я когда познакомился с ним впервые в Марокко, имбирный чай. Там, оказывается, пьют все только имбирный чай. Вот еще мяну тут добавляют. Плохо, что они очень его сластят. И поэтому в Марокко уровень инсулина, сахар диабета, там проблемы с этим есть. А так сам имбирь, конечно, невероятно полезен. Он вообще корневища используется, которое вы видите. И в кулинарии, в нашей русской даже такой сбитень был когда-то очень популярен. Он всегда был с имбирем и отваром. Самое главное, он улучшает капиллярное кровообращение головного мозга и всех органов малого таза. Вот его главная функция. Но очень богатыми минеральными веществами. И поэтому вот эти ароматические вещества, которые жгучий вкус, вот этот аромат дают, значит, они даже противопаразитарные, противогрибковые, противтрихомонат и очень богатым медью. О меди я скажу немножко позже. А сейчас мы переходим к такому растению, как гинко-двулопастный. Двулопастный. Вот правильно. Гинко. Ну, это реликтовое растение, которое самое, наверное, известное тех людей, которые, как я, почти 20 лет пользуемся продукцией Вижн. У нас это растение применяется в нескольких продуктах. Оно очень ценное. Оно известно, что впервые само зацвело после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в километре от эпицентра взрыва в городе Хиросимы. Впервые само, естественным путем. Никто не ухаживал. Это было на территории храма. Храм разрушился полностью. А вот дерево осталось и зацвело. Оно реликтовое. Вот в каменно-угольных отложениях ученые находят в точности такие же листочки. И применяют его из-за того, что оно улучшает кровообращение очень сильно капиллярное. И даже новые капилляры вырастают при использовании этого растения. Поэтому он входит в столон. Но самое-то интересное, что не изменилось оно за эти тысячелетия никак. То есть ученые предположили, что оно само из себя выводит свободные радикалы. То есть они не влияют на генетику растения. То есть нет мутации. И значит, если его использовать внутрь, то, конечно, лучше. Но самое, знаете, оказывается, самое лучшее это желтые листья ручного сбора. Осенние, оказывается. Вот там самое большое количество кверцетина. И даже есть супероксид дисмутаза. Отличный шейфермент против, значит, самым лучшим антиоксидантными свойствами. И вот многие люди хотят поехать в Сочи на празднование 20-летия компании. А иногда еще гинко-белоба называют серебряный абрикос. У него такие интересные плоды, которые, правда, не очень приятны на вкус. Но надо обрабатывать специально, вымачивать и так далее. Но вот серебряный абрикос, наверное, недаром. В Сочи есть улица, засаженная растениями гинко. И эта улица называется абрикосовая улица. Так что даже из-за этого, может быть, съездить в Сочи, посмотреть, где же это растет гинко, чтобы далеко в юго-восточную Азию не удаляться. И кола – это растение известное, которое в состав кока-колы вошло когда-то и так далее. Так вот, кола заостренная или кола обыкновенная, или блестящая, оно из Западной Африки. Там африканские ребята и девчонки, они уже давно используют этот орех, он примерно 3 сантиметра размером. Там есть кофеин, теобрамин, колокин. И оно в действии развивается медленнее, чем у кофе, длится дольше, чем у кофеина. И кофеин там высвобождается из колокина и колокахетина. То есть вот только так. Его даже в обычном термитнике бросают, термиты объедают оболочку, семена остаются. И, в принципе, больше, собственно, делать-то ничего и не надо. Просто осталось употреблять орехи кола. Это отличный афродизиак. И используется даже и в африканских племенах, и при гепатите, и минемгите, и туберкулезе. Для нас он как отличный энергетик и антидепрессант. Его даже используют при похмельном синдроме. Так, и у нас остался продукт урсул. Ну, вот эти растения отличные. Мне бы хотелось, например, больше на дьявольском когте остановиться. Потому что, на самом деле, очень часто показывают такое корневище с такими отростками. Это вот тот самый корень, который очень часто мы видим при названии дьявольских когтей. Но назван он был не из-за этой части растений. И не из-за прекрасного цветка, который растет в пустыне Калахари. А из-за вот этих семян, достаточно крупных, которые вмещаются на ладони. Вот такая вот коробочка с такими интересными когтями. Названо именно это дьявольский когтей. Вот это как раз растение. Ну, да, используется, конечно, корневище, которое справа на слайде. И оно и при артрозе, и при артрите, и коксартрозе, и остеохондрозе. А почему? Потому что есть генетические причины. Например, наследственность, приобретенный, там, масса тела повышенная, курение, кофе, хирургические какие-то проблемы. И профессиональная нагрузка бывает, спортивные травмы, которые убивают просто хрящ, ну, напрочь. Вот, синонимальную оболочку, хрящ, сами кости, капсулы связки сустава, вот это корневище восстанавливает. Восстанавливает. А это для мужского здоровья очень важно, но он вообще-то был создан изначально для того, чтобы улучшать, ну, функцию мощи половой системы мужчины. Обеззараживает от различных, значит, проблем, связанных с микробами, инфекцией. Вот толокнянка обыкновенная, или, например, скажем, там, эхиноцея пурпурная, которая, наверное, является самым лучшим иммуномодулятором из таких растений, растущих, ну, как бы, повсеместный. Потому что даже при онкопатологии при спине его изучали и в СССР еще, и очень отличные результаты при, его можно назвать, природный антибиотик и снижение массовой доли при доброкачественном опулех предстательной железы. Это факт. Обратное развитие вот таких аденоматозных узлов. То есть человек обратно становится, как говорится, мужчиной. И в качестве профилактики после 50 лет это растение просто обязательное, то есть в составе урсула, ну, тут просто даже говорить не о чем. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что есть, конечно, и цинк, самый, наверное, важный микроэлемент для мужчины. Есть, конечно, и витамины, и каротин, и группы В, и ПП, и С, и так далее в наших продуктах. Но самое-то главное, это, конечно, меч. Меч. Вот золото мне больше нравится, просто, что оно золото, да? Оно самую маленькую здесь часть играет. Серебро тоже не так интенсивно. Оно антимикробное, 650 видов бактерий. Вот. Золото ему помогает, серебру. Вот. А золото с серебром, оно помогает меди работать. Потому что это самый высокоэффективный микроэлемент для мужчины, кроме цинка. Вот цинк и еще медь. Вот тройка медь, золото, серебро, оно алхимическая тройка, которая обязательно должна быть втроем, чтобы просто, ну, фантастическим образом работала медь. А медь работает, ну, давайте я просто приведу пример. Смотрите, медь, меланин, меланин, это кожа, цвет кожи, да? Витилиго не будет, рака кожи не будет, если есть медь. То есть, защита от ультрафиоленовых лучей. Анемия. Проблема с железом из-за того, что нет меди, например, не хватает. Или, например, дефицит АТФ, то есть, энергетические субстанции, которые вырабатывают митохондрии. А почему? А не хватает просто меди для работы митохондрии. Вот, любые гормональные нарушения, они, может быть, связаны с тем, что не хватает меди. Нарушение сорения кожи, там, соединительной ткани кожи, например, или синтез сшивок коллагена, вот, поперечные сшивки в коллагеновой ткани, эластина. Просто не хватает меди. То есть, а уж о моче-половой системе и говорить нечего. Просто любые воспаления, значит, моче-половой системы и без меди, без меди глюканата, ну, никак. То есть, цинк и медь здесь самые основные. И на чем же мне хотелось начать, уже подходить к концу нашей лекции? Потому что наш президент говорит, что здоровье – это гармония. Так вот, здоровье мужчины – это тоже как гармония духовности мужчины, физического состояния, интеллектуального состояния мужчины и социального качества жизни мужчины. От социального здоровья тоже это все зависит. Он уже говорит это давно, потому что его жизнь была сопряжена вот с опасностями, вот, вообще полной неподвижности. Но он вышел из этой ситуации, начал разбираться и поэтому делает такие выводы. И поэтому Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что да, слушай, вот это вот, вот, вижен, вижен. Мы поддерживаем вижен. Вот, изведенное качество жизни от ВОЗа мы делаем это под его эгидой. Я бы хотел вам несколько советов дать. Да, в точности так же и женщину, может быть. Вот давайте просто посмотрим. Первое – духовное здоровье. Второе – физическое. Третье – это интеллектуальное здоровье. Четвертое – это социальное качество жизни. Да? А давайте посмотрим, вот просто вот здесь четыре совета от специалиста мужчинам. Я не буду повторяться, вы всегда можете этот слайд себе записать, фотографировать, переписать. А я вот хотел про женщин. Вот, может быть, начать с женщинам, вот, ну, с разговора правильно с мужчинами. Может быть, начать с их питания. Ведь уговаривать мужчину бесполезно. Проще, знаете, вот, ну, приготовить очень красиво и хорошо то, что полезно мужчинам. Потому что иногда полезно, оно невкусно, просто из еды. Может, правильно вот с питания начать. Смотрите потом, что будет. Это ведь социальное здоровье, вот это взаимная поддержка семьи, родных. Давайте-ка посмотрим, а не появится ли тестостерон после этого у мужчин? От их питания, от их биологических добавок, которые вы им подарите на 23 февраля. У них появится энергия, другое мироощущение жизни. Появится уверенность. Они захотят заниматься творчеством. Начнется у них креативное мышление. Желание поработать появится. А после желания обязательно находятся возможности работать и зарабатывать. А потом у них и духовное здоровье нормализуется, потому что у них появится желание вас отблагодарить. Дорогие женщины, 23 февраля лучший подарок – это здоровые продукты от Вижн для мужчин. И фитокомплекс, и аппаратно-программный комплекс ВИПРОФИС, революционная антивозрастная французская косметика, гель Миллениум, маски наши замечательные, и главное, браслеты еще не забывайте. Я просто физически не могу больше об этом говорить, потому что время наше подходит к концу. Я единственное прошу вас. Мужчины, задумайтесь, что ваше здоровье в ваших руках, а женщины и так вас любят. Спасибо, с праздником!